господа всем привет еще одна маленькая лекция ладно шучу не лекция просто мысли мне тут сказали такую фразу которая в принципе тоже уже звучала вот человек о себе говорит так я совершенно не творческий я ничего не умею и я скучный на самом деле к сожалению очень много людей себя оценивают именно в таком ключе это видео в первую очередь направлено таким людям дорогие люди если вы себя так оцениваете у меня к вам вопрос вы хотите это изменить если вы хотите это извини изменить то я сейчас немножко об этом поговорю значит не бывает не творческих людей творческая чакра она есть у всех просто у кого-то она развита открыто а у кого-то нет я могу сейчас рассуждать даже элементарно логически но например если вы 6 дней в неделю работаете в каком-то офисе и ничем дополнительно не занимаетесь а по выходным у вас ашаны и шашлыки то это неудивительно что вы не творческий человек дальше если вы общаетесь с очень очень примитивными людьми но я не буду расшифровывать это слово это и так понятно но скажем так очень потребителями да такими то это логично почему вы не творческие таким образом если вы хотите развивать в себе творческое мышление и быть более творческим на самом деле творческое мышление нужно каждому из нас почему-то у нас в обществе принято считать что если человек художник то он непременно творческий или если человек певец он непременно творческий кстати бывают танцоры совершенно нетворческие и художники бывают тоже совершенно не творческие а просто техничные но это другой момент творческое мышление нужно каждому из нас и юристам и экономистам и политикам и учителям и воспитателям детских садов и хирургам и так далее это важная составляющая которая помогает вам принимать эффективные нестандартные решения в различных ситуациях и так если вы общаетесь с потребителями и людьми очень примитивного склада то ясное дело что у вас не будет развиваться творческое мышление если бы вы общались например с такими как я я шучу хотя знаете в этом есть правда но если бы вы общались с творческими людьми то вы бы просто находясь рядом с ними уже от них что-то энергетически впитали бы и у вас мозги бы по-другому работали понимаете поэтому один из пунктов если вы хотите развить в себе творческое мышление это первое впустите в свой круг общения нестандартных таких творческих интересных людей только творческие это не тот кто творческой профессии творческий это тот кто на мир смотрит нестандартно тот кто очень индивидуализированно смотрит на мир и может найти творческие решения в различных ситуациях даже бытовых вот и так общение с людьми и второй момент для развития творческого мышления вам нужно занимать себя определенными видами хобби это танцы но танцы должны быть какие-то знаете такие особенные которые будут развивать вас это кстати через развитие тела происходит вот чтобы вы вошли во взаимосвязь с музыкой и чтобы вас вот эта чакра она проснулась она проснется рано или поздно вот но тут вопрос другой как подобрать преподавателей так далее но об этом у меня есть отдельные видео но в любом случае если вы пойдете к стандартному педагогу который ведет фитнес программы групповые это конечно не будет развивать вас творческого мышления но если вы пойдете к такому нестандартному педагогу который мыслит очень нестандартной и ставит нестандартные постановки и имеет какой-то уникальный подход к человеку тогда да вас что-то проснется то есть на развитие раскрытие творческой чакры нужно определенное время и она обязательно у вас она эта чакра обязательно начнет у вас просыпаться просто вы должны как бы ей отслужить а сначала вы будете наверное комплексовать что у вас не получается танцевать вы не можете связать движения вы не можете под связать их с под музыку но потом вас в голове начнут формироваться какие-то новые мысли потом вы начнете чувствовать музыку вы даже начнете чувствовать паузы например музыкальные ну и так далее так далее но мой совет в таких ситуациях вам нужно как можно больше пройти индивидуальных тренировок по абсолютно разным жанрам танцев тогда у вас какая-то вот внутренняя чуйка станет также советую заниматься музыкой любой хоть перкуссия хоть клавишные хоть струнные вот вокалом можно заниматься можно заниматься рисованием но желательно не копировать что-то а научиться и ну как бы видеть изнутри себя но это тоже требует времени из всего перечисленного самый быстрый на мой взгляд путь развития творческой чакры все-таки занятие танцем потому что занятие танцами как бы идет в классная такая терапия которую вам нужно связать с музыкой и будет отдельное видео про фитнес про качков и так далее скажу сразу что человек который работает в офисе по вечерам ходит тренажерный зал тоже полностью лишен творческого мышления то что тренажерный зал он ничего творческого не дает это просто модная тенденция но об этом отдельно поговорим хорошего дня